Всем привет! Мы живем в современном мире, где, казалось бы, с уровнем развития науки и техники можем разгадать любую тайну, а ответ на любой вопрос можно найти во всемирной паутине. Но мир то и дело подкидывает ученым новую головную боль и пищу для размышлений. От древних механизмов до гробниц китайских императоров эти артефакты таят в себе необъяснимые до сих пор загадки. В этом ролике самые невероятные находки археологов. Итак, поехали! Меч из гробницы. Хорошо сохранившийся меч был обнаружен археологами в захоронении в китайской провинции Хэнань. Возраст оружия, по словам ученых, составляет около 2300 лет. Исследовать датировали находку периодом царства Чу. Это с 770 по 223 года до нашей эры. Меч находился в ножнах, которые не так хорошо сохранились, как клинок. Клинок оказался еще острым, несмотря на то, что пролежал под землей более двух тысячелетий. Меч находился слева от погребенного внутри гроба. Кто был похоронен в захоронении, пока неизвестно. По словам китайских археологов, столь хорошая сохранность оружия связана с тем, что гробницы периода царства Чу обычно хорошо изолировали от внешнего мира, что препятствовало проникновению кислорода. От себя скажу, что это очень древний, выкованный еще во времена Арии, меч из особого сплава, называемого Синклиф. Тогда это были лучшие клинки. Тайна сплава и ковки таких мечей давно утрачена. Ученым пока не удается разгадать секрет создания этого оружия. Ну как? Ну как? Я не понимаю! Не понимаю! Мечи Ульфберт Меч легендарных фикингов Ульфберт датируется концом первого тысячелетия нашей эры, примерно с 800 по 1000 годы. Всего найдено около 170 мечей, на которых около гарды находилось клеймо размером около 14-16 сантиметров с надписью «Ульфберт». Считается, что такое клеймо обозначает фамилию кузнеца, сотворившего меч. Впоследствии надпись превратилась в бренд, отвечающий за высочайшее качество исполнения оружия. Многие пытались копировать меч, но подделку легко отличить. История происхождения меча окутана тайнами, потому что изготовить такой меч в те времена считалось невозможным. Все дело в том, что Ульфберт скован из невероятно чистого металла. Такая сталь называлась тигельной. Она однородная и практически не содержит никаких шлаков. Для того, чтобы кузнец мог избавиться от шлаков, сталь необходимо нагреть до температуры в 1600 градусов. Технологии, позволяющие это сделать, появились лишь спустя 800 лет. Возможно, сталь завозилась с Ближнего Востока или Азии, ведь в те времена создавалась высококачественная дамасская сталь-вудс, которую привозили из Азии. Но это лишь одна из версий, так как в недавних находках в клинке был обнаружен марганец, а в гарде – мышьяк, а это говорит о европейском происхождении меча. Также удивляет наличие углерода в составе меча. В Ульфберте наличие углерода в три раза выше, чем в других мечах того времени. Если неверно рассчитать соотношение углерода к стали, то можно просто испортить меч. Но викингам удалось сделать самый прочный и легкий меч своей эпохи. Но и цена на него была немала. За этот меч викингов предлагалось золото, сопоставимое весу самого меча. Данные мечи отлично шли на экспорт. Их широко продавали в Европе и за ее пределами. В России и Украине нашли порядка 20 мечей викингов, но больше всего найдено на территории Скандинавии. Ведь там были приняты обряды погребения, в которых меч чуть ли не в обязательном порядке оставлялся со своим владельцем. Но чаще всего такой меч отдавали в наследство. Похоже, что разгадать загадку Ульфберта помогли бы лишь упоминания в древних летописях тех лет. Но обнаружить рукописи с упоминанием великого кузнеца, сотворившего сей меч, пока так и не удалось. Додекаэдр. Самый таинственный римский артефакт. Пожалуй, самыми многочисленными и непонятными археологическими находками из Древнего Рима стали артефакты, получившие название римские додекаэдры. Как нетрудно догадаться, это изделие древних мастеров имело форму многогранника, составленного из пятиугольников, на каждой из 12 граней которого проделывалось отверстие. Центр объемной фигуры был полым, кроме того, в местах сочленения плоскостей, образующие внешние вершины. Конструкция имела шарообразные ножки-наросты. Особое внимание исследователей привлекло то, что все 12 отверстий додекаэдра оказались разного диаметра, причем проследить закономерности в размерах не удалось. Кроме того, все найденные артефакты заметно отличались общим габаритом, который варьировался от 6 до 11 см. Большинство фигурок было изготовлено из бронзы методом литья. Впрочем, выбор материала вовсе не говорит о боевом предназначении предмета. Скорее всего, использование бронзы было попыткой упростить производство, поскольку, кроме металлических, археологам попадались и каменные образцы. Среди находок были даже украшены серебром додекаэдры, что свидетельствует о состоятельности владельцев и ценности этих предметов. Главным камнем преткновения для всех любителей истории стало функциональное предназначение римского додекаэдра. Предположений, как и для чего могло использоваться это устройство, было выдвинуто бесчисленное множество. Игральная или гадальная кость, дальномер, инструмент для измерения диаметра, вязальный станок, а то и вовсе отдельная деталь легионерского штандарта или угловое соединительное крепление для каркасных конструкций. Ни одна из этих версий так и не смогла убедительно обосновать замысловатую форму и размеры предмета. Гроты, лунью. В июне 1992 года китайский сельский житель по имени Ву Анай решил откачать воду из пруда. Через 17 дней было откачано достаточно воды, и он смог увидеть вход в пещеру и несколько резных колонн, что подтверждало его гипотезу о том, что эти пещеры не естественные водохранилища, а созданы человеком. Площадь, освобожденная от воды пещеры, составила примерно 2000 метров, а самое высокое ее место достигало 30 метров. Четыре колонны этого первого грота расположены симметрично. Воодушевившись этим открытием, Ву продолжила откачивать воду из четырех других пещер, чтобы убедиться, что все они имеют одинаковые знаки на стенах и потолке. Беглая оценка грубой силы, требующейся для постройки этих пяти пещер, внушает страх. Для постройки каждой из них должна была потребоваться вырубка примерно 36 тысяч кубических метров камня. Пока в деревне Шейнбэй найдено 24 таких грота. Соответственно, это около 900 тысяч кубических метров. Резьба на стенах и потолках пещеры выполнена в определенной манере, которую некоторые считают символичной. Рисунок похож на гончарные изделия из близлежащего музея, датирующиеся 500-800 годами до нашей эры. В открытой для туристов пещере номер один можно увидеть выполненные в очень простой манере изображения лошади, рыбы и птицы. Это земля, вода и воздух. Голова птицы похожа на найденные останки при раскопках в Хамуду. Как и в большинстве деревень Южного Китая, в Шейнбэй есть множество водоемов, но практически все они имеют прямоугольную форму и большую глубину. Многие поколения жителей этой деревни называли их бездонными прудами. Такие водоемы изобилуют рыбой, и ее очень просто поймать. Когда из первой пещеры выкачали воду, там не было обнаружено ни одной рыбы. Это открытие привлекло внимание многих специалистов из Китая, Японии, Польши, Сингапура и США. Один из самых интересных и сложных вопросов – как пещеры могли сохранить свою целостность и чистоту за более чем 2000 лет. Книга Дьявола Библия Дьявола или Гигантский кодекс – это огромная рукописная книга эпохи Средневековья, высотой 91,5 и шириной 50,1 см. Вес старинного манускрипта тоже впечатляющий – 78 кг. В рукописном фолианте – 310 пергаментных листов. Общая их толщина вместе с обложкой – 22 см. Легенда гласит, что для создания листов гигантского манускрипта использовалась кожа грешников. Легенда, конечно, завораживает мрачностью, но не имеет к реальности никакого отношения. В действительности кодекс Гигас был создан из шкур телят. Всего на создание средневековой чуда-книги потребовалось около 160 шкур животных. Манускрипт по большей части посвящен религиозным темам. Он содержит Ветхий Завет и Новый Завет, богословские и медицинские трактаты, исторические очерки и этимологию Исидора Сивильского. Энциклопедию о всех вещах и явлениях, трактующихся с христианской точки зрения. Своего рода гигантский кодекс – это вместилище всех знаний человека эпохи Средневековья. Средневековая книга изобилует множеством миниатюр, маргиналей и орнаментов. Самая знаменитая иллюстрация – это огромное изображение дьявола, которое находится на листе 290. Устрашающий рисунок, по всей видимости, произвел большое впечатление на жителей Средневековья, которым довелось увидеть фолиант. Именно поэтому гигантский кодекс получил неофициальное название – Библия дьявола. На сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал. Мастерская настроения Light – это яркое настроение каждый день. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...